Почти все вещи очень пигментированные. Но разберемся, что тут не пигментированное. Несмотря на то, что половину мне тут отправили, это еще ничего не значит. Здравствуйте. Обзор на шик наконец-то. Это не первый видос. Еще один был за вас. Был достаточно давно. Большая часть того, что я вам сегодня покажу, пришла мне в рассылке, потому что я снималась в откровенном макияже. Но я часть этих вещей пробовала, еще я докупила много чего. Ну и у меня до этого были вещи от бренда Шик. В такой маске уже посидела, но она меня как-то не увлажнила. Конечно, гиалуроновая кислота. Молодец. Тонер вот такой у меня есть. Тоже сама покупала. Хороший тонер, кстати. Что мне от Шик нравится по уходу? Вот эта маска, честно, не понравилась. Она мне в рассылке пришла. Тонер понравился. Хороший. Тут уже половина. Патчи мне очень нравятся. У меня было два вида патчей. Да, они декоративные, но мне очень понравились. Еще стоят пилинг-пэды тоже хорошие. Праймер. Праймер у меня почему-то написано 02. Праймер шел вот в такой коробушке. В нем 50 мл. Почему здесь нет никакой информации? Меня вот такой вопрос интересует. О том, сколько тут мл. У меня оттенок 02, он увлажняющий. Сюда праймер нанесу, а здесь не буду. У него приятный аромат. Поэтому, если у вас аллергия на отдушку, будьте осторожнее. Праймер хороший, можно вместо увлажняющего крема использовать. Свою функцию выполняет увлажнение. Что еще надо? Тон, который я сама брала, он в 03 оттенке. Он мне сейчас будет немного темный. Отправили мне 02. Приятно, что все идет в коробушках, но неприятно, что здесь сколько мили... О, 20. Маловато. Идите ко мне поближе. Я уже, ребята, посидела немножко с бальзамом. Мне он понравился, хороший увлажняющий бальзам. Тут еще SPF 15. В нем 11 мл. Очень жаль, что информации нет на самой упаковке. Поехали в тон. Вместе с вами буду наносить. Он от предыдущего вообще не отличается. То есть, просто уменьшили громовку. Мне кажется, я мало нанесла, но ничего страшного. Спонж у меня, кстати, тоже отшик. Я думала, вы видите, что он черный. У меня белый есть, и еще один белый прислали. Я видела ваши жалобы на то, что белый спонж очень тяжело отмывается. И да, у меня он тоже не отмывается. Давайте я из-за чуть повыше сделаю. Почему я так мало тонов взяла, я не знаю. И мне кажется, что мне не хватает. Но вроде хватило. Консилер тоже шел в коробушке. У меня оттенок один. Кажется, что он большой, однако в нем 5 мл. Но это, в принципе, нормальная громовка для консилера. Я его тестировала. Нормально носился. Неплохо. Кстати, если вы хотите синеву под глазами перекрывать, то такой белый консилер не только от шик, да, от любого бренда. Брать не надо, лучше взять что-то персиковое. Потому что светлым консилером вы свою синеву сделаете серой. Надо консилер фиксануть, поэтому я возьму пудру от Яшеландай. Ну и это тоже тогда сразу закреплю. Но тон самофиксирующийся. И вообще, по факту, консилер фиксировать не обязательно. Теперь кремовая коррекция. У меня есть румяшки. Это оттенок 02. И румяшки это единственное, где написано, сколько миллилитров. Нет, не написано. Тут 10 граммов. Давайте кремовую здесь, а сухую тут. Румяна я не покупала сама. Думаю, понятное дело, почему. Ой, какие яркие. Вот что мне нравится у шик. Это то, что почти все вещи очень пигментированные. Ну, тут есть кое-что не пигментированное, но я вам скажу попозже, что это. Контур я сама брала. Если вам надоело, что я говорю, что сама брала, а что в рассылке, извините. Я лягушка, ты бледушка. Я считаю, что об этом надо знать. Контур у меня, кстати, в оттенке 01. И я покупала рефил. Потому что у меня была эта упаковка. Старый контур закончился. Можно наносить кистью, а можно нанести ей спонжем. Ничего страшного. Кстати, кисти же пришли. Я молодец. Ничего, кисти тоже покажу. Ну и лифтинг, а.к. уменьшение лица. Вот такая вот вечерушка тут, кремовая. Этот контур мне очень-очень нравится. Я сегодня как-то не в настроении. Не знаю, что случилось. Что-то случилось странное. То, что я без настроения, бывает крайне редко. Потому что я пью витамины от бренда Халса. Я каждый раз выбираю разные цели. Но какую цель выбирала на эти витамины, я не помню. Потому что эти витамины я заказывала в сентябре. И я их все еще пью. Что у меня здесь? Б-комплекс, трептофан, сатрулин, молот, омега-3 и магний. А что такое Халса, я вам вообще не сказала, ребята. Здравствуйте, Марина Сергеевна. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Халло, мудфак. Халса это сервис по индивидуальному подбору витаминов. Как вы видите, меня не обсыпают, ногти в нормальном состоянии. Всего этого не было бы, не принимая витамины. Потому что я мясо не ем. Ну и рыбу тоже. И курицу, и молока не пью. Поэтому витамины мне нужны. Как я и говорила, Халса это сервис по индивидуальному подбору витаминов и минералов. С помощью врачей-нутрициологов Халса разработали специальный опрос, который я прохожу сбоку. Или здесь, я не знаю. Который аналогичен прямо у врачей и помогает выявить витамины и дефициты. Но если вы опросу не доверяете, вы можете его пройти, а потом сдать кровь и отправить Халса на почту. Так витамины подберутся вам более точно. Однако мне Халса подобрали ровно те же самые витамины, что и подбирала моя эндокринологиня. У Халса индивидуальный подбор витаминов. И вам не нужно думать, что с чем сочетается. Потому что некоторые витамины нельзя принимать вместе. А люди, я этого не знаю, накупят себе витаминов, наедятся, а потом страдают. А почему страдаете? Потому что не знаете ничего. Как я в свое время? В12 пила-пила, а потом до меня дошло, что максимум времени, которое можно принимать В12, это 3 месяца, по-моему. А я принимала больше, чем полгода. И уехала, так сказать, в никуда. И у меня был перебор. А перебор витамина В12 не дает ничего хорошего. Это дешевле, чем собирать набор витаминов самим. У меня сейчас 5 витаминов. Вы пойдите попробуйте, соберите себе 5 разных витаминов. Это обойдется в большую сумму. Халса присылает вот такие замечательные коробушки. В каждой коробушке по 15 таких замечательных пакетиков, которые очень удобно брать с собой. Ну и вы точно не забудете принять все 5 витаминов. Они, как я тогда принимала, один забудут, другой тоже не примут. А тут сразу все вместе приняли, и ходите довольные собой и жизнью. That's suspicious! Халса также вам объясняет, почему именно этот подбор витаминов вам подойдет. Есть такой инфосет, в котором есть вот такой маленький прекрасный календарик. А если вы не любите календарик или забываете о приеме витаминов, мои хорошие? Не забывайте! У Халса есть телеграм-бот, который напомнит вам о приеме витаминов. В анкете Халса предлагает вам выбрать несколько целей. Например, улучшение качества кожи, улучшение состояния волос, ногтей, похудение, улучшение качества сна, борьба со стрессом и память и фокус, по-моему. Это то, что я в крайний раз выбирала. С моим витаминком ноябрь. Персональные наборы витаминов – это не новинка. В Америке они существуют уже более 5 лет. Но я принимаю уже почти год. Скоро год будет, как я принимаю витамины от Халса. Вы можете купить свои витамины сразу и получить их, понятное дело, сразу. У меня в Северодвинск они идут 3 дня. Оплатить всего лишь по 25%. Это называется оплата дарями. Это не кредит, не рассрочка, нет никаких процентов. Просто раз в 2 недели платите определенную сумму. 87% клиентов Халса говорят, что они улучшили свое качество жизни благодаря персональному набору витаминов. У Халса прекрасные отзывы. Вы можете посмотреть на рекоменде, ну или же на отзывике. Ну или мой отзыв послушать. Я почти год уже принимаю витамины. А по моему замечательному персональному люксовому промокоду, вот он здесь, не теряйте, вы получите скидку, ребята, достаточно большую. Промокод не аффилированный. Вы можете отсканировать QR-код, вот он здесь висит. Кого ждет? Ребят мои хорошие, хотя банкету пройти. Ребята, прямо сейчас в Халса проходит акция «Колесо Фортуны». При покупке витаминов каждый получает возможность выиграть iPhone 14. Стайлер Дайсон. Еее, бой! Витамины, скидки и другие призы. Самое крутое, что приз гарантирован всем. Заказывайте витамины, крутите барабан и забирайте свой подарок от Халса. Также есть ссылка в описании, но вдруг стерика смотрите, для вас QR-код сделан, для вас вас ждет. Переходите, пожалуйста, по этому замечательному QR-коду или по ссылке внизу. И получайте уникальный набор витаминов, подобранный специально для вас. Ребята, я пока что не буду делать брови, но кремовая коррекция у меня получилась, я думаю, неплохая, хорошая. Давайте перейдем к сухой. И вот здесь начинаются проблемы. Контур шел вот в такой штуке. Я его очень давно хотела купить. Запеченный скульптор для лица. 8 граммов. Ладно, оттенок у меня 0,1 граммовка. Пожалуйста, я больше ничего не скажу, потому что реально нигде нет граммовки. Что не так с этим скульптором? В принципе, все хорошо. Есть зеркало, но не скажет мне, нет, не скажет, кстати, очень качественное. Я как-то странно тон нанесла, но он лежит одинаково, что на праймерной стороне, что на беспраймерной. Во-первых, у него были поначалу блестки какие-то. Я пользовалась часто для того, чтобы протереть верхний слой и посмотреть, а есть ли вот эти блестки дальше. Кисть у меня абсолютно чистая, тоже шик. Мне ее подарили. Скажу вам честно, я специально взяла второй оттенок тона для того, чтобы вам было видно. Потому что на третьем его абсолютно не видно, к моему великому сожалению. Но если наносить на кремовый, так сверху, да, слегка, чтобы немного придать себе контурирование, то он виден. Если вы белоснежки, ребята, то тогда вам этот контур подойдет. Но меня удивило то, что в нем, отвечаю, в нем блестки есть. Хотя сейчас смотрю, нету. До этого были. Ну да, он такой с сиянием, с небольшим, не знаю зачем, но я не очень разбираюсь. Кстати, несмотря на то, что я снималась в откровенном макияже, несмотря на то, что половину мне тут отправили, это еще ничего не значит. Какая окрасть-комаришка? Видно, да? Конечно. Но, ребята, отвечаю, если вы чуть-чуть темнее, все, будет не видно. Контур в целом понравился, потому что я сейчас светлая. Но, честно, я бы сама не купила. Я все хотела его купить, но его в наличии не было. Как видите, хорошо, что не было, потому что он бы мне не подошел. Румяшки. Запеченные румяшки, красивый цвет, 8 граммов. Что ж ты будешь делать там? Все по 8. Упаковки очень приятные. Поехали. Ой, эти румяшки, ребята, они суперсияющие. Видите, они как хайлайтер, как отражатель хейтеров. Сейчас еще отражатель хейтеров вам покажу. То есть, ну, для меня они как-то румян особо не дают. Они больше дают именно отражение. А вот хайлайтер с ватчарушкой я много-много наберу. Он запеченный, очень приятная текстура. Он, это румяна. Ну, как видите, я не знаю, была ли идея сделать что-то похожее на шанельку. У меня есть вот такая лимитка от шанель. Упаковка, конечно, ужас. Рефил очень нежный. У меня уже крошки какие-то. Шанель, по-моему, ушел в мир иной. Ну вот, тоже ни разу не румяна, как по мне. Сияющий, едва розовый отражатель хейтеров. У шанельки. У шанельки и ушик. Сколько граммов? В шанель 11 граммов и написано, что это подсвечивающая пудра. Я не соглашусь. Называть румяно-подсвечивающей пудрой это странно. Оттенки совсем слегка отличаются. Поэтому, если вы не успели купить шанель Эклэ де Дузео, или как это читается, можете приобрести румяшки. У меня это оттенок 01. Блаж Меланж. Время отражателя хейтеров. Походу, в нем тоже 8 граммов, да? 7? Не угадала. Вы не правы, всего доброго. 7 граммов, но выглядит достаточно массивно. Я когда Наталью украсила, она сказала, не бери этот хайлайтер, не понравится. Вот сейчас и проверим. Я его купила сама. Обязательно покажу вам скриншот. Я тут протирала специально, снимала верхний слой. Мне реально не понравилось. На софтбоксах, конечно, смотрится очень красиво. А это прям супер слабый. Видите, он даже слабже, чем румяно сияет. Как? По мне. Это супер слабый хайлайтер. Очень-очень. Вообще, для тех, кто боится и хейтеров отражать. Ну ладно, все, я троллить не буду особо сегодня. Он прям, ну вообще ни о чем. Даже если я во второй слой нанесу, да, он сияет красиво. Но для меня это не хайлайтер. Ну что-то. Я его и два слоя наносила. Я даже не знаю, что лучше, хайлайтер от Шик или от Романовой. Потому что у Романовой он яркий. В такой же упаковке, как и контур идет. Он яркий, но, ребята, он тускнеет. Вообще, да? Трэш. Давайте брови сделаем. Для бровей у меня нет ничего, кроме вот такого тинта. Кстати, кисти шли в очень приятных коробушках. Я эту еле открыла. Пришлось ножницами тут разрезать все. Но я не попортила кисть. Тут еще где-то было написано состав дубкой или дубчик. Подождите. Древко, древко. Дерево, ясень. А тут древко написано. Так прикольно. Такая интересная опечатка. Ладно, поехали. Только что размахивала. Тинт для бровей. Кто видел, куда я его пихнула? Блядь, нашла. Ну, хайлайтер, короче, реально не мое. Наталья была права. Тинт для бровей. У меня в оттенке браун. Кстати, брови я крашу тоже краской Шик. Я сейчас перешла на серую. До этого у меня была истиня черная. Самый темный, короче, цвет. Сколько миллилитров? 10 граммов. Нормально. Так вот, краску от Шик люблю. Крашу брови уже, наверное, ей года два. Оксид у меня тоже от Шик. Тинт для бровей и вот этот хайлайтер. Это вообще не мое. Потому что я не знаю, как этим пользоваться. Но тут щетка. Это мне комочки полезли. Трэш. Я пойду. Я не знаю, что делать. Это для натурального такого макияжа, антуража. Ребята, маркером от Диваж дорисую. Потому что я не люблю такую вот тупую бровь. Мне нужна остроконечная. И вернусь к вам с штуками для глаз. Готово, ребята. Брови выглядят не очень хорошо. Я не умею пользоваться такими вещами. Мне не нравится. Потому что я вообще не поняла, что это такое. Оно еще комочки какие-то выдавало. Да, брови у меня сегодня отвратительные. Давайте ясу немножко понижу. Бронзер я решила взять от Hourglass. Вот этот. Потому что бронзера от Шик у меня нет. Я не знаю, почему я так расстроилась. Вроде бы день шел хорошо. Кстати, мне нравится, как тут контур выглядит. Здесь как-то я перебрала. Сникерс. Ну ладно, переходим, ребята, к глазам. У меня много вещей. И также у меня есть помады. Мне отправили три. 0, 1, 10 и 11. Посмотрим на них. 12 и 13 оттенки я купила сама на Wildberries. Ну как и хайлайтер. Сияющая пудра еще есть. Но я не знаю, надо ли ее сюда. Потому что я сияю и без этого. Я ее очень сильно люблю. Вот моя в оттенке Medium. У меня есть светлая. Ну которую мне прислали. Я ее берегу. Потому что в свое время пудру от Dior Backstage я использовала ну прям очень быстро. Уж не знаю, куда нанести. У меня везде хайлайтер. Пудра нежная. Ну смысл сводча я не вижу, да? Не видно ничего. Сначала начну, наверное, с губешек. Посмотрим, делают ли помады полоску. Я тестировала 12 оттенок. Носила его целый день практически. И он мне очень сильно высушил губехи. На другой день не так сильно. Я понять не могу, от чего это зависит. 13-й меня удивил тем, что я думала, что он ярко-красный. Но на мне, хотя я сегодня со светлым тоном, поглядим, как будет смотреться. Начну с 11-го. Это оттенок Cremant. Ой, давайте по порядку. С 01-го. Тут схватила 11-й. Sand Pink. Можно я просто сначала сделаю сводч. Потому что если он... А, ну ты такой немножко умерла. Я такое люблю. Сводчерушка. Помада немного похожа на вельветовый. Как вы знаете, я это не очень люблю. Консилер, кстати, легкий достаточно. В нем среднее количество пигмента я допользую, но покупать сама не буду. Я люблю Dior. Мне нужно что-то поплотнее. Десятый оттенок. French Rose. Упаковки очень приятные. Не, не мое. Однозначно. Еще мне карандаш пришел. В этот раз оттенок Florence. Не тестировала его ни разу. Так, ну давайте я эту спрячу в коробушку маме, наверное, передам. Она такой любит. 11-й. Cremant называется. О, вот это уже моя остановка. Да, он сложный, поэтому сейчас его потестирую. А потом заменю на трюфель. Как раз таки 12-й цвет. Я так поняла, это новый оттенок в этой линейке. Я люблю такое. Мне нравится. Себе оставляю на Wildberries брала, напоминаю. Ну и 13-й. Приятно, что в помадах по 5 граммов. Видите, он какой? Такой ярко-красный. А на мне он, блядь, розовый. Я не знаю, почему так. Это как бы холодный красный, но на мне он выдает розовую фуксию. Даже в упаковке красный. Я не знаю, от чего это зависит. Ну давайте самый сложный оттенок. 11-й. У меня еще Sparkle есть. Один отправили, один я сама купила. Я тестировала его и лучше всего, ребята, спойлер такой небольшой. Я вам покажу, как носилась на разных подложках. Там без подложек, ну без клея и без супербонда. Больше всего мне понравилось наносить вообще без всего, но у меня века не жирная. Поэтому так хорошо сработало, наверное. У меня ничего не каталось. Мне, кстати, что мои тени, что тени из рассылки пришли мне целые. У меня ничего не разбилось. Ой, мне так плохо, бля. Мне стало хуже. Я вам не показала кисти для лица. Я хотела вот этой нанести кремовый румяна. У них смешанный ворс, по-моему. Я уже забыла, что на коробочках написано было. Но мне кисти от Шик нравится. Сегодня вот эту вам покажу. Pencil Brush такой маленький. Я люблю такую форму. Ладно, поехали в помаду. Как я и обещала, самый сложный оттенок, потому что светлый. А карандаш у меня Florence. У меня есть три. У меня есть три Верона и одна Гарда. Какой мягкий. Непривычно просто, потому что у Шик карандаши плотные. Этот прям мягкий-мягкий. Давайте сравним-ка его с Вероной. Для начала помадка. Напоминаю, оттенок 11. Благо я сегодня со светлым тоном. Ужас, неужели есть запрос на такие помады? Видимо, есть. Но я пока не буду смывать. Главное, что нанеслось без полосок карандаш Florence. И моя такая маленькая пипка Верона. Моя маленькая пипка, ужас. Как скажу тоже. Очень похоже, но у Florence она более розовая, чем Верона. Нормально. Да, конечно. Не люблю цвет вообще немый. Давайте уберу. Покажу-ка вам трюфель. Карандаш перенаносить не буду. Я его тестировала с Гардой. Его это кого? Трюфель. Красивый цвет. Чем-то напоминает мне Мэйл Реаль. В 104 оттенке. Не-не, это темнее. Значит, Гуччи напоминает 105. Немножко. Совсем чуть-чуть. Поехали наконец-то в глаза, ребята мои хорошенькие. Я сегодня принесла палетку от Chanel. Ну, я не знала, какую еще взять. Решила, что Chanel сюда идеально подойдет. Какие у меня есть однушки? Значит, у меня есть Vega, которую отправили. И Капелла, которую я сама купила. Я видела много критики, то, что они битые приходят. Но, отвечаю, мне целые пришли. Я там пальцем ничего не придавливала. Это нормально, наверное, для такой формулы. Можно было как-то упаковку, наверное, продумать, да? Чтобы не билось ничего. Класть, например, такой маленький поролончик в каждый рефил. Не знаю. Не знаю, как это можно было бы спасти. У помады поначалу реально немного вельветовое ощущение. Я такое не люблю. Но сейчас я чувствую себя превосходно. Консилер. Какой консилер? Праймер от Nars. У меня и консилер от Nars есть. Хороший, рабочий, плотный достаточно. Палетка от Chanel у меня сегодня вот эта. 3-2-2 Blurry Grey. Не знаю, сделаю что-нибудь такое попроще. Когда я тестировала Sparkle, я такой макияж забабахала с этой палеткой. Мне прям понравилось, что у меня получилось. Кистью у меня сегодня BH. Сейчас я, наверное, не повторю тот тестовый макияж. Потому что у меня настроение немного не то. Беру третий оттенок. Третий я и в тушевку брала. На этом глазу покажу вам вегу тогда. А на этом сделаю капеллу. Тот же самый макияж. Только Sparkle в другой. У меня как-то шло. Я не помню, я тушевала, а у меня не туда кисть пошла. И вышло, что тут двойная стрелочка получилась. Ну, это в тестовом макияже, напоминаю. И вот так было. Ну, и сейчас тогда так сделаю. Раз уж я сюда пошла тут, потом почищу. Кисть, кстати, вообще рабочего характера. Какой тут ворс? Лимитированная коллекция написана. Синтетика с добавлением ворса пони. Представляете? Ну, то, что это синтетика, я удивлена. Так, сразу и не скажешь. Почищу потом. Мне главное вам показать не тени Шанель, потому что я их уже показывала. А Sparkle. Какой я сказала, возьму эту? Вегу. Да, Вегу сюда. Я им пользовалась. Видите, тут видно, что он пользованный, что он не спрессованный. Ну, и вот второй капелла. Не помню, правда, сколько граммов. Ой, Наталья. Ой, блин. Буду ругаться. Ругаюсь. 1,8 граммов. Отлично. Изготовлено в Китае. Я также привела кла-лимоним. В них 2 грамма. Цена примерно такая же, но здесь абсолютно другая формула. Я сейчас не защищаю бренд Шик. Я просто говорю факты. Давайте с вами сделаю на Супербонде, а здесь на клею. Блин, ребята. Мне больше всего понравился эффект на Супербонде. На клею тоже хорошо. Однако, без всяких там подложек тоже красиво смотрелось. Но я вспомнила, что у меня вообще-то есть еще синяя тень. И золотая, обе жидкие. И что теперь делать, я не знаю. Как мне все это сразу показать? Давайте пытаюсь сообразить. Супербонд от Pro Makeup Lab. Упаковки у Спарклов достаточно приятные. Тяжеленькие. Качественно сделаны. О, я золото сюда пущу. Жидкую золотую тень. Точно, точно. Как раз ей и почищу. А синюю куда? Потому что мне надо вам ее показать. Я ее, помню, сводчила. Она какая-то вообще ни о чем, можно так сказать. Но в защиту бренда. Да, сейчас тут защищу. Ребята, сделать синюю тень, да еще и жидкую. Это сложно. Это надо такой баланс там соблюдать всего. Сейчас поглядим. Так, это у меня оттенок Vega, напоминаю. Кисть у меня синтетика. От Stellar номер 210. Вегу в начало. Хох. Самый любимый Спаркл. Мне нравится больше, чем Бернович. Потому что Бернович ложится как-то не настолько ровно. Я покупала Супер Мультихром. Теперь беру Капеллу. И он нажился как будто хлопьями немножко. А здесь прям ровной гладью. Ну, Капелла, можно сказать, ничем не отличается. Тапками в меня не кидаем. Я Colorblind. Я цвета не вижу особо. Она, такое ощущение, что более отражающая эта Капелла. И чуть холоднее, чем Vega. Угу. Вот здесь Капелла, здесь Vega. Vega, она такая тепленькая. Но у меня вообще Vega металлическая. Симпатично. Я такое люблю. Вот я и обрадовалась. Вот и настроение появилось. Спасибо большое. Спаркл отшик. Я хотела взять металлическую тень. Ребята, я вроде бы ее тестировала на глазу, как металлическую тень. Но я могу ошибаться. Потому что я сейчас столько всего тестирую. Вы бы знали. У меня нет времени. Но как полоску под стрелой должна была тестировать. А сейчас что сделаем? Тоже такую полоску сделаю. Блин, я все испортила. Да? Сильно испортила. Не говорите, что сильно. Ааа. Сильно. Знаете почему? Он сияет. А у меня как бы лицо не плоское, но объемное. И вот на этом завороте у меня здесь получается тень выпадает. Лишняя. Ну и ладно, так оставлю. Мне нравится. Тень-то выпадает из-за того, что два товарища у меня тут стоят. Под названием софтбоксы. Поехали делать сводчик. Я сейчас посмотрю. 4 миллилитра. Так, подождите. Способ применения синей тенюшки. Нанесите небольшое количество продукта. Навеки растушуйте. Ну нет, я немного применила не по правилам. Такой цвет не сильно сияющий. Металлик. Жидкий металлик. Я люблю спаркл. Не сильно сияющий. Я имею ввиду, что в нем нет вот этих спаркловых частиц. Металл такой. Liquid Merle. Так можно назвать. Буду ли пользоваться? Наверное, в качестве украшения буду. У меня еще, ребята, есть карандаши для глаз. Но я вам все показывала. У меня их всего два. Патлоджан и морская волношка. Поэтому смысла показывать их еще раз нет. Нашла свой баклажан. Оттенок называется Universe. Окей. У меня есть обычная тушь и цветная тушь. До этого, когда я тестировала в предыдущем обзоре, который был год или два назад. По-моему, год назад. У меня была обычная тушь. И там не было написано Extra Volume. Ну, может быть, я что-то путаю. Однако, та тушь была отвратительная, как по мне. Эту тушь я тестировала дней пять. Хорошая тушь. Ничего плохого. Но у меня еще есть цветная. Так, у меня стрелы нет. Поэтому пока что тушь не буду использовать. Фиолетовая. Может использоваться самостоятельно или как верхнее покрытие для черной туши. Жавномерно нанесите на ресницы. Ну, поверх черной я наносить не буду. Ни разу не открывала. Кстати, на нижней. Как раз у меня тут этот карандаш под ладжан. И тушь фиолетовая тоже будет. Но она такая прям яркая. Это какой-то суперспелый под ладжан. А симпатичная. Я думаю, что на зеленый макияж было бы вообще прям очень красиво. Ну и на коричневый. А на фиолетовый как бы смотрелось интересно. По-моему, ничего не поменялось. Но она немного резь не удлинила. И разделила. И интересный такой этот самый результат. Ну ладно, сделаю этот глаз. И вернусь к вам. Чего же? С красной помадой получается? Я постараюсь сюда инкомпризировать. Да, конечно. На этом глазу я постараюсь, очень постараюсь придумать что-то синее. Сейчас вернусь. Готово! Мне очень нравится этот глаз. Но у меня есть это самое. Придеяво к синему. Достаточно большая. Ребята, если вы... Ну, он у меня уже немного скатался. Потому что я 40 минут ничего не делала. Сидела просто. Отдыхала от софтбоксов, так сказать. Дело не в скатывании. Дело в том, что если вы хотите себе этот красивый синий оттенок... Тут, кстати, карандаш 06. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells for sure. Для того, чтобы этот оттенок у меня лег ровнее, где он... Я его нашла, обнаружила. Это у нас 17-й, да? А золото 11-й. Значит, чтобы он ровно лег. Это синий. Это сложно. Еще и жидкий, да? Кремовый. Такой вот кистью наносила. Это шейдер от Stellarie Limitka. Из золотой коллекции. Вы можете любой шейдер взять. Не обязательно от Stellarie. Просто у него такая форма удобная тут. И тушевать можно. В отличие от любого другого классического шейдера, у которого прямой срез. Здесь такая закругленная штука у нас имеется. Еще вам какой-нибудь шейдер покажу. От небледной тоже, кстати, такой немножко скошенный. Но мне вот этот больше всех нравится. Самый любимый шейдер. Давайте из-за пониже сделаю. О, да. Синий цвет. Он такой своеобразный. Видите, он сам себя снимает. Поэтому шейдером для шивы достаточно. Ничем вроде не пахнет. Какой-то химозой. Я его нанесла на кисть. Не с руки, а прямо с аппликатора на кисть. И аккуратно наносила. А потом как крест немножко подтушевывала. Но ничего подтушевать не получилось. Тем не менее, смотрится симпатично. Скатался почему-то. Не знаю, по какой причине. Но я вспомнила. Вот на столе лежит. Под рукой, блядь. Это у меня оттенок личи. Это, по-моему, какая-то лимитка. То есть, это не из этой же серии. Зачем я купила эту личу? Ой, здесь уже аромат приятный. Такая ванилька. Почему купила личу? Потому что у меня подводка от Моми Митчелла уже заканчивается. Так, я при вас наберу. Я его тестировала под стрелой. Ну, как я и люблю делать. Он у меня вроде, ребята, потускнел. Но не отвалился. Я очень много набрала. Блин, очень широкая линия. Но зато цвет видно. Но я так часто делаю. Вы помните, да? С этим с Митчеллом. Ну и пусть будет такая линия широкая. Сейчас засвочим. Я ни разу не свочила этот оттенок. Но я так поняла, это лимитка. К сожалению, я брала на Wildberries. И лимитка, к сожалению, и, к сожалению, на Wildberries. Потому что, ну, не знаю как-то. Я люблю Wildberries, но ладно. Он полупрозрачный, как по мне. Такой вот, видите? Ну, в целом, нормальная пигментация. Нормально перекрыл. Но видно, да, что не суперплотный цвет. Бренд пишет, что можно использовать в качестве белой подложки. Ребята, я не уверена, потому что не пользовалась таким образом. То есть, только вот такие украшения делала. На моей памяти не потрескалось. Ну, сейчас я тут широкую линию нарисовала. Поглядим, потрескается он или нет. Тушь мне понравилась. Но, я думаю, вы видите маленькие такие черные штуки. Это она у меня почему-то осыпалась, когда я ей красилась. Я не знаю. Сводчи сделаю вот этих спарклов. Мне очень понравились. Правда, я не ожидала, что у меня будут настолько похожие оттенки. Тот, что я купила, у меня там сыра. Да и здесь получше видно будет. Это Капелла. Хорошая, рабочая. А давайте-ка я и Бернович притащу. Но будет немного негоже сравнивать, конечно. И Вега. Вега у меня поактивнее набралась. Приношу за это извинения. Вега холоднее. Хотя, мне показалось здесь, что... Я их что, перепутала местами, что ли? Капелла и Вега. Да ведь? Да. А на глазу Капелла у меня вот здесь. И она холоднее. Ну, может, я перепутала, когда красила? Но не может такого быть. В общем, вот такая вот вечерушка. Красивые спарклы. Ща лимониза сводчу. По лимоним лимоним. Извините. Нет. У меня настроение... Ребята, опять наша подруга Муха проснулась. Бернович, у меня вот такой в оттенке L04. Это не то, что немножко другая формула, но это абсолютно другой цвет. Он должен быть как голографический, но, по идее, он на глазу ни разу не голографический. То есть такой дуохромный. У Шик вот эти штуки спарклы, точнее, они не дуохромят. Но я думаю, что на глазу вот этот L04 не будет сильно отличаться от Веги. Ну, зеркали они тоже идентичные. Бернович дуохромит совсем немного. Вот он у меня здесь с самого края. Блядь, как показывают. Ну, вот такая вот вечерушка. Я довольна спарклами. Сейчас покажу, как Вега носилась у меня на клею и на Супербонде. Ну, и без всего тоже. Я немножко была расстроена. Однако, посмотрите, тушь от Шик у меня не потекла. Карандаш Бобби Браун тоже на месте. Лайнер от Essence немножко тут отпечатался. Ну, сейчас не на это обзор, а на то, что спаркла от Шик здесь у меня на клей нанесен. А здесь на Супербонд постоянно забываю, ребята. И, да, не люблю так близко приближать, но оцените, Супербонд имеется морщина, клей, морщины почти нет. Да не все нормально выглядит. Я накрасилась в 2 часа дня, сейчас 3 утра. Так что, да. И тон у меня новый от Герлен. Нос такой, потому что я болею спустя 12 часов, почти 13. Думаю, вы понимаете, да, что. Ну, он слез, короче, от Тени Шанелька. И меня поразили спарклы Шик, то, что не осыпалось, вот, думаю, вы видите, что никаких блестяшек нет здесь. И хайлайтер тоже Шик, но он и так был не очень слез, я почти уже не вижу. Бронзер у меня несколько сегодня. В целом, я считаю, что макияж очень хорошо продержался, особенно спарклы, но лучше все-таки на клей, а не на Супербонд, да, я так думаю. Хотя разница, знаете, как говорится, не с Хер. Туш Шик у меня. Даже под дождь попало, но посмотрите, все на месте. Сияшка от Шик у меня, это оттенок Вега, нанесена сегодня просто пальцем. И, по-моему, ничего не скаталось, я особо не вижу. Севендейс. Привет, Бублик. Я сегодня без праймера, у меня просто консилер Севендейс, я ей брови вырезала, которые обычные классические, не в ручке. Ну, и вроде бы не скаталось ничего. По этой сияшке результат клей Супербонд или просто нанесение пальцем. У меня даже праймера нет, говорю. Я не знаю, что мне больше нравится, но, по-моему, это самый красивый результат. Ну, и стойкий тоже. Лимони не засвочила, ребята мои хорошенькие. Ну, как вот так-то, а? Лимони уже очень сильно дуохромит с этой стороны, сделаю так, как теперь там мокро. Похоже, кстати, на, вот что я только что показывала, на капеллу немножко, но тут другая формула. Она более жирная, она, ну, однушка, более жирненькая такая, но и она знатно дуохромит. Хотя не особо видно через зеркало. Или нормально? У нее дуохром из золотого в Деда Лимона с мелкими розовыми блестками. Красивый цвет. Симпатичная однушка, недорогая на данный момент, потому что, когда я первый раз покупала, она стоила дороже, чем сейчас. Но я готова платить за красивые спарклы большое количество денег. Ну, в пределах тысячи рублей, я считаю, это нормальный ценник. Однако, мало ли, что я там считаю, да, все мы разные. Лимони стоила около 700 рублей. Шик обошлась примерно в 800. Там какие-то скидки были на Вайлдберес, на Вайлдберес. Нет-нет, на яблоки брала. Ой, ребят, идем по порядку. Хотели кисти от Шик, можете брать. Но вот насчет таких форм я не знаю, потому что я сама таким не пользуюсь. Это дуофибра, а это плоская кисть для тона. Тон я кистями не наношу. Вот это для контура. Она хороша, у нее срез интересный, но она не со всеми формулами почему-то работает. Может, мне кажется, она вроде натуралка, так, наверное, поэтому. Хотя, я не знаю. Я ее не для всех скульпторов могу использовать, поэтому советовать, скорее всего, не могу. Но она хороша. То есть, если выбирать какой-нибудь токлон, да, и вот эту кисть. Конечно, я эту выберу. Вот этот Pencil Brush тоже хороший. И девочка мне в постоянную коллекцию. Наконец-то я его открыла. Еле сняла эту пластмасску. Буду хватать то, что хватаю. Праймер хороший, как увлажняющий крем. Зачем здесь оттенок, не знаю. Миллилитраж я уже опять забыла, не полезу за коробочкой. 50, по-моему. Нормально, очень даже нормально. Вот этот тон. Единственная проблема – это то, что в нем мало миллилитров. Но хорошо, что формулу вообще не поменяли. То есть, раньше был какой-то он такой и остался. Правда, на 10 миллилитров меньше. Что на самом деле очень обидно и неприятно. Но зато формула та же самая, понимаете? Это очень хорошо. Старый я почти до конца, кстати, допользовала. Я обещала вам показать красную помаду, но она так сюда не подойдет. Давайте я вам покажу. Блин, не знаю где. Может, в Тенегр... Не знаю, ребят. Она на мне реально розовая. Ну, вы видели сводч. Я совсем забыла. Консилер я схватила. Консилер нормальный, 5 миллилитров. Я его допользую. Да, он неплохой. Он не скатывается прям сильно, не западает в морщины. Жопу носорога под глазами не делает. Я не знаю, купила бы я второй раз его, потому что я очень сильно люблю Диор. На что похож, не знаю. Ни на Ив Сен-Лоран. Но я люблю плотные консилеры. На Шанель тоже не похож, потому что Шанелька, она такая прям масляная. Это что-то среднее между масляной Шанелью и Ив Сен-Лоран. Потому что Нарс супер плотный. Вот Ив Сен-Лоран такой средний. Этот тоже легкий достаточно, но в нем нормальное количество пигмента. Поэтому советовать могу, если вы хотели, я его положу пока что в повседневную косметичку. Не на верю слово, косметичка, хватает тушь. Тушь понравилась, на удивление, экстраваллим. Но не дает она мне экстраваллим, может, потому что у меня ресниц нет, но она их удлиняет на моей памяти. Да, удлиняет, не разделяет, чуть-чуть объемом придает. Мне не нравится только то, что она у меня почему-то сыпется, когда я ей пользуюсь. Однако тоже пусть идет в повседневное мое место. Дальше что? Это я не поняла. Да и понимать не собираюсь, знаете. Буду ли я пользоваться? Наверное, когда буду делать пудротон себе, да, но я иногда не пользуюсь тонами, а пудру использую вместо этого, то могу. И когда брови свежеокрашенные, чтобы их сильно не смывать, не тереть, буду пользоваться этой штукой, этот тинт. Брови держать не скажу, что слабо, а средне, нормально. Буду использовать для суперсветлых карандашей, как вот я использовала Шерлту Тилбери. Похожая вещь. Хорошая, у меня оттенок браун, напоминаю. Мне, в принципе, понравилось, но я не скажу, что я бы сама себе купила такой продукт, потому что это не мое. Хотя вот от Шерлотты в свое время купила, но я думала, это гель для бровей. Румяна очень пигментированные, понятное дело, стойкие, я их перекрыла хайлайтером, но их все равно видно. Кремовые румяна я не люблю, да и вообще априори румяна не нравятся. Оттенок 02-10, да, на моей памяти 10 мл. Perfect Liquid Blush, действительно perfect, правда тушуется сложновато, с небольшой такой натяжкой. Но думаю, что это неспроста сделано, они, скорее всего, такие вельветовые, но я это не успела понять, потому что впервые сегодня их нанесла. Оставлю пока что, но это такой розовый цвет, я розовый румяна не очень люблю, я и так красная, как томат, поэтому поглядим, пусть полежат. Я больше люблю персиковые цвета, но если вам нравятся румяшки жидкие, то, думаю, эти тоже понравятся. Но знаете, что тушуются сложно, немного тяжеловато. Я привыкла, что легко растушевывается, это чуть-чуть тянет. Бальзам очень понравился, тоже идет в мою повседневную, в мой момент, да, в мой момент. Тени от лимоней не знаю, как комментировать, у них вообще другая формула, они как ушик, они более плотные, в них как будто больше связующего, наконец-то я это сказала, компонента. Плюс они дуохромят, это другая формула, у шик это больше, как я бы сказала, там и танук, оно в спрессованном виде. Они не такие кремовые, как будто суховатые, не знаю, почему они у ребят скатываются, честно, наверное, реально века жирная. Я тестировала на клею, на клею и на супербонде, и без клея, для того, чтобы понять, что не так. Мне больше всего эффект, вот как внешне выглядело, понравилось без всего, просто пальцем бахнуть и идти. Насчет осыпаний я не помню, но уже видосы показывала, как эти штуки носили, эта штука конкретно века, как она носилась. Вроде не сыпалась, ну, сыпется жидкая тень обычно, например, Чупа-Щук, Слюкс Визаж, Срыглиттер Роцк. Ну, неплохо. Жидкие тени, пользуйтесь, берите синюю, пожалуйста, будьте осторожнее. Да, красиво выглядит, но это я, это у меня получилось нанести более-менее без пробелов. Шейдер пушистенький и аккуратно прибиваете, то есть не надо тянуть, тушевать, тогда все получится без пятен более-менее. Синий оттенок себе ставлю золотой, в принципе, тоже нормальный для украшений, для каких-то. Но я больше люблю спарклы, да, чем вот такое. Кстати, стянула немного, я когда брови вот так поднимаю, ааа, ботокс во лбу, нет у меня ботокса, блять. Здрасте. Значит, у меня стягивается почему-то здесь эта кожа, ну, что поделать. Видимо, потому что я текстурированная жаба. Тушь фиолетовая. Ее можно наносить отдельно, как я сегодня, а можно нанести на черную. На черную не пробовала, но какой сегодня эффект, вот красивый, прям вообще, ай, кто осыпался? Не знаю, черная тушь, что ли? Мне нравится. Да, я красной тушью не пользуюсь, кстати, которую я вам давно-давно показывала, вроде весной или в начале лета. Вот это от кого от Белор Дизайн? Ну, просто красная тушь, я не знаю. И бордовая отрата тоже не пользуюсь, но вот фиолетовая, она прям такая яркая-яркая. Ну, наверное, не видно, я не знаю, я не вижу ничего вообще в этом маленьком оконце. Фиолетовая тушь мне зашла. Главное, что не сыпется, когда красите, почему черное-то сыпется? Не знаю, не мне это, не мне отвечать. Тон, да, как я и говорила, советую, мне нравится, сама брала два раза. И вот третий раз мне пришел, спасибо огромное. Спарклы тоже советую, но, пожалуйста, посмотрите еще отзывы у других ребят, потому что мне повезло, у меня как-то ничего не скаталось, мне пришло все целое, ничего не разбилось, не знаю. Я как бы вас не обманываю, спарклы краси, даже если бы битые пришли, я бы не стала выделываться. Что-то я держу, вот что мне не нравится, это то, что вот, а вы пойдите, поймите, что я держу. Поняли, где что, где что? Нет, не угадали, здесь хайлайтер, а здесь что, здесь румяна. Мне не нравится то, что непонятно. Это круто, конечно, минимализм, вот у Chanel тоже мне не нравится, что хер поймешь. Понятно только, когда лимитка, когда постоянно коллекция, потому что у лимиток лого золотой, а в обычной коллекции белый. Из-за этого тоже Chanel пользоваться неудобно, но это моя предъява, может быть, вы скажете притянутая за уши, потому что вот так можно отличить, что вы держите. Хайлайтер не для меня. Учитывайте, что тут софтбокс, он придает еще больше сияния, так-то хайлайтер потускнел уже, его почти не видно. Вот, я не вижу, например. Мне надо отражать всех вокруг. Он тускнеет, но не так сильно, как тускнеет хайлайтер от Романовой на моей памяти. Он у меня лежит до сих пор, я не знаю, куда его девать. Мне не понравился, действительно. Не только потому, что он не отражает, но и потому, что он нестойкий. На мне, как минимум, на мне нестойкий. Вот эти румяшки тоже уже что-то не сияют. Я не трогала лицо, я специально прилегла так, чтобы лежать вот так, или как бы, ну, не трогала я ничего. Почему таки, не знаю, грустно как-то. Но оттенок остался, небольшой такой персик. Буду ли пользоваться, ребят, сияющий румяна? Хороший вопрос, конечно. Ну, шинелькой раз в год пользуюсь. Тут тоже, наверное, можно, да? Оставляем? Думаю, оставляем. Я вообще люблю косметоз от Шик, но кроме вещей для глаз. Вот что-то мне для глаз до этого ничего не нравилось. А сейчас более-менее окей. Карандаши вот эти, но они на слизистой, я бы не сказала, что суперстойкие. У меня слизистая термоядерная. Под лыжан уже куда-то слез. Контур. Если вы белоснежки, то это действительно для вас будет perfect sculptor. А в отличие от Романова Makeup, вот этого моего прекрасного, здесь вообще оттенка нет. 7 граммов, тут вроде 8. Ну, Романова, пожалела. Значит, оттенок 0,1. Белоснежки. Белоснежки мой хорошенький оттенок. Универсальный, но не для суперхолодных людей. Для нейтральных и для теплых. Я думаю, что он и холодным подойдет ребятам, но почему-то мне кажется, что немножко на мне теплит. Но я шрек, я оливка, поэтому такая вечерушка. А так, как по мне, вот достаточно универсальный, но мало пигмента. Удивительно, ушек везде, во всех продуктах пигмента достаточное количество. А здесь почему так? Может такой продукт, что суперлегкий, скульптор. Не знаю, для тех, кто боится, не знаю, что делать, тень себе на лицо делать. Короче, я бы, наверное, не советовала. Буду ли я пользоваться? Навряд ли, потому что я такая белая, бываю крайне редко. И то я какая-то темная, хотя оттенок 0,2. Я недавно 0,3 пользовалась. Я бы не рекомендовала, знаете, ни Романову, ни Шик, потому что мне не хватает пигмента. Хотя цвет на Dolce & Gabbana похож или нет? Бронзер Hourglass, а, на месте. Я сейчас так Dolce & Gabbana быстренько засвотчу и Шик рядышком. А вам видно вообще что-нибудь? А что есть, что я уже забыла? Ой, а тут еще блестки. Но они оба светлые. Не видно, ребята, ничего, но поверьте мне, что Шик, она теплее на контрасте с Dolce & Gabbana. А так интенсивность цвета одинаковая. На удивление. Я думала, Dolce & Gabbana будет потемнее, а он достаточно светлый оказался. Это тоже вещь светлая. Насчет стойкости? Ну, стойкая, да. Думайте сами, но я бы, наверное, не купила, потому что Dolce & Gabbana холоднее. Тушуется хорошо, не тускнеет. Если вы думали между Романовой и Шик, то берите Шик, она хотя бы стойкая. Не камень в огород Романова мейкоп. Извините, но у вас все тускнеет. Значит, это что такое? Это контур. Мой самый любимый контур в этой шайбе. Я покупала рефил, напоминаю, потому что первый раз у меня была вот эта коробушка. Можете просто сразу рефил купить. Зачем вам коробушка? Ну, прикольно. Она, правда, быстро загрязняется, потому что он кремовый. У меня как-то зашкварилась вся эта штука. Единственная, кстати, матовая упаковка. Эти все сияющие. Помады. А, подождите. Вот эта тень еще личи. Как-то она странно разъелась, поэтому лучше потоньше рисовать линии. Насчет работы с ней как с подложкой не скажу. Опять же, не тестировала. А помады. Сушит? Не склеивает? Не отпечатывается вроде? Практически нет. Сушит мне, ребят, сушит. Очень сильно, но эффект красивый. Такой вельветовый. Симпатично. Это мне может сушить. Я не знаю, от чего это зависит. В некоторые дни у меня уже через час жопа слона появляется на лице. Да, у меня и так огромный вареник. Только вот в эти некоторые дни он становится еще и сухим. Сегодня норм. Я, кажись, поняла. Если в два слоя наносить, то есть поплотнее пытаться нанести, то высушит. А так цвет красивый. А я ресницу... А, да, наклеила. Показалось, без ресницы сижу. Ресни у меня, кстати, сегодня одинаковые наклеены. Я это все полубоком сижу весь день. Такая у-у-у-у. Ладно, ребята, что хочу сказать. Бренд Шик одобряю. Да, хороший бренд. Он мне как нравился, так и нравится. В принципе, если выбирать все российские бренды, которые есть, включайте, что в Магните, например, Вивен Сабо, Бьюти Бомб, Стеллари. Ну, блин, ценник разный. Шик я уже считаю профкосметикой более дорогой. Если из более дорогих брендов выбирать. Ну, у Миши Ведяева хорошие кисти. У Шик хорошие вещи для лица. Ну, хайлайтер, да, мы упустим. У Романовой, я не знаю, у меня только контуры хайлайтера есть, которые нестойкие почему-то. Карандаши хвалят от Романовой. Не тестировала. Бренд Джаст неплохой. Ну, в принципе, найти можно, да, что-то. Но если бы я пользовалась одним каким-то брендом, я бы, наверное... Ребят, я бы выбрала Шик. Потому что тон – это самое главное. Мне очень нравится тон. Он нормально носится, и я к концу дня начинаю сиять. То есть, это не какой-то суперстойкий тон по типу и в Сен-Лорану Лаурс, или Бербери, ну, или тот же самый Estee Lauder Double Wear. Да, это другая вещь. Но финиш красивый. Я бы по стойкости, кстати, и по тому, как я выгляжу в конце дня, могла бы сравниться в Сен-Лоран All Hours, но... Тут немножко другой финиш, и я к концу дня сияю. Но не так сильно, как со Сен-Лоран, например. Не знаю, что в Сен-Лоран у меня так сияет. Но мне нравится тон-тон. Я и продолжу покупать, как и покупала до этого. Что-то одно брать от Шик-помады. Смотрите сами. Помада может подсушить, но если у вас все хорошо, то не подсушит. Ну, как Пэт Маграт, наверное. У нее тоже вот эти помады в стике достаточно иссушающие. Здесь тот же эффект. В конце дня такой изюм. Изюмка. У меня почти все помады так делают, кроме Лореаль. Поэтому Лореаль у меня в запасках и лежит. Но тоже в некоторые дни может быть изюм. Ладно. Спарклый от Шик. Да. Как-то метанука только спрессованный формат. Отличается от лимони текстурой. Лимони он немножко более жирный. У лимони больше связующего вещества, как я поняла. Ну и оттенки другие. Кисти хорошие. Но прям стейпл это тон, конечно. И сияющая пудра. Да. И вот эта вещь. Потому что эту вещь я уже покупаю второй раз. Тон у меня третий. Но мне его отправили в этот раз. И сияющая пудра у меня в запасках, которые у меня отправили более светлый оттенок. Сейчас на мне средний оттенок, который называется Medium. Средний. Но это мои основные продукты, которые я и продолжу дальше покупать от бренда. Буду ждать новинки. Ребята, что у вас есть от бренда Шик? Быть может, вы хотели что-то купить? Дайте знать, пожалуйста. Не забывайте, пожалуйста, про витаминный халс, ребята мои хорошие. Ссылка будет в описании. А я пойду. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилось мне речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставить свой лайк и ставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что там... А вот что там, я не скажу, потому что подписывайтесь и сами узнаете. Так, а вот я сегодня хитрая, хитрая крыска. Всех люблю. Всем пока. Что у меня тут? Б-комплекс, триптофан, сутрильный Марат? Марат, сосредоточились, моя хорошая. Готово. Почему я сегодня не могу говорить? Кто накислился? Понять не могу. Ну ладно, время пришло. По кости отправиться. Ждет меня. Желтая монета за это дело. О!